Утром 30 июня появилась информация об оставлении российской армии острова Змеиный. Позже Министерство обороны Российской Федерации подтвердило данный факт. Причины, по которым российское командование решило покинуть этот важный объект в Черном море, были следующими. За последнее время изменилась не только плодность огня из артиллерии и авиации со стороны ВСУ, но и тактика противника, направленная на источение российской ПВО и личного состава, оторванного от основных сил. До ближайшей российской базы в Севастополе 270 км. Ночью, находясь в недосягаемости ПВО, беспилотники Байрактар отслеживали цели для ударов, выделяя прежде всего российские зенитно-рагетные комплексы. После этого украинская артиллерия, получив координаты, начинала обстрел острова для того, чтобы ПВО потратило в ночное время боезапас, а гарнизон острова – свои силы. В это время Байрактар заново отмечал перестановку военной техники и помечал цели. А утром начинался второй основной этап обстрела острова, более прицельный и точный. Так был подбит один российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь С-1». Интенсивность обстрелов возрастала с каждым днём. Жители Одесской области сообщали о перерывах в 30 минут между обстрелами острова. После получения новых огневых систем, таких как британский РСЗО М-270 и французский САО «Цезарь», обстрел острова увеличился, и перерывы сократились до 5 минут. Чтобы сберечь личный состав, командование решило оставить остров и приказало гарнизону покинуть Змейный на катерах БЛ-820. Однако битва за остров Змейный на этом не заканчивается. Украинским военным нужно в очередной раз высадиться на остров и закрепиться там, что является непростой задачей, даже учитывая факт оставления Змейного российской армии. Поэтому остров Змейный пока является серой зоной. Разумеется, вызывает вопросы некорректная формулировка Министерства обороны в лице генерала Коношенкова, который назвал происходящее жестом доброй воли. Мы знаем, что российская армия взяла в плен весь гарнизон острова Змейный, выдержала многочисленные атаки дронов и уничтожила несколько групп украинского морского и воздушного десанта. Затем много дней держалась под тоннами огня украинской артиллерии. Поэтому профессионализм и стойкость гарнизона Змейного не вызывают никаких вопросов. Нужно понимать, что остров мог бы служить перевалочной базой в случае морской десантной операции на Одесском направлении и был бы в этом случае стратегически важным объектом. Отсутствие таких планов, сил и средств делает Змейный важным в основном только в вопросе информационной и политической борьбы.